Акция «Вспомним всех поимённо» прошла в Москве. Это первая подобная акция, когда участники постарались вспомнить имена всех солдат, погибших при защите столицы во время Великой Отечественной войны, похороненных на Преображенском кладбище. Сегодня у нас были списки 10 120 человек. Нам сегодня удалось тем составом, небольшим кругом, который у нас был, прочитать около 7 тысяч имён. Александра Рудькова пришла помянуть своего брата, героя Советского Союза. Юрий Ивакин скончался в госпитале от ран, не дожив всего 20 дней до своего 20-летия. Он, находясь в госпитале, поступил заочно летный авиационный техник. Здесь недалеко расположен. Он мечтал быть летчиком, строить самолёты. Кроме родственников героев войны, почтить память воинов пришли ветераны и даже байкеры. У нас у каждого воевали деды, у кого-то даже отцы. Поэтому это наша история, её невозможно забыть. Такие книги памяти начали составлять ещё во время войны. Но вспоминать всех героев поимённо стали только сейчас, спустя 75 лет. По сути, впервые мы стали совершать поминовение, такое и церковное, и общественное, с чтением всех имён. Такой традиции впрямую не было в советский период. По разным причинам. Может быть, чтобы не вызывать каких-то лишних ассоциаций с церковным поминовением. Поэтому книги памяти были написаны, но не прочитаны. Вот сейчас подходят люди, говорят, мы увидели штандарт Бессмертного полка, и сразу подошли, и прям слёзы в горле. И мы с вами, мы... Это нужно людям, это нужно и мёртвым, это нужно и живым. Акция «Вспомним всех поимённо» будет расширяться. Участники хотят прочесть имена всех героев, погибших при защите Москвы. Такой общий московский поминник, входит около миллиона человек. Это то количество, ну, нам необходимо минимум 10 тысяч участников наших акций, чтобы могли прочитать все эти имена в следующем 2016 году. Следующая акция памяти пройдёт 5 декабря, в день начала контрнаступления Советской Армии под Москвой. А самые важные мероприятия «Свеча памяти» и «Бессмертный полк» пройдут в мае следующего года. Организаторы надеются привлечь десятки тысяч участников. Субтитры создавал DimaTorzok